Итак, продолжаем, и данный урок у нас посвящен ленте. Сейчас мы немножко подробнее ее рассмотрим и подготовим для будущей работы. Как я уже сказал, мы с вами находимся в рабочем пространстве 3D-моделирования. Оно универсальное, и я предпочитаю работать в нем. Здесь на вкладке «Главное» у нас собрано множество инструментов для 3D, для 2D. В общем, инструменты на все случаи жизни. И если мы посмотрим на вкладки, то здесь также есть вкладки «Фигуры», на которые собраны инструменты для работы, скажем так, с твердыми телами. Далее инструменты работы с поверхностями, с сетями, инструменты для визуализации и общие инструменты, которые подходят и для 3D, и для 2D. Значит, параметризация, вставка, аннотация, лист, вид. В общем, очень много различных панелей. И это не всегда удобно. Вот смотрите, я сейчас записываю, скажем так, в сжатом окне, для того, чтобы вам было более удобно и более крупные у вас были кнопки. И поэтому у меня в строку вмещаются далеко не все панели. Вот здесь есть 2 маленькие стрелочки. Если я на них нажму, то вижу, что еще есть 2 вкладки. Активные приложения и SPDS. Ну, активные приложения не столь популярная вкладка, а вот SPDS мне, в принципе, иногда не хватает. Неудобно. Приходится сюда переключаться, потом сюда нажимать, и только после этого, получается, появляется вкладка. Поэтому мы сейчас немножко все это дело разгрузим. Напоминаю, кто не знает, это делается очень просто. К примеру, вкладка параметризация мне не очень-то и нужна. Мы в курсе ей пользоваться не будем. Поэтому смело нажимаю правой кнопкой, показать вкладки, ищу параметризацию, снимаю галочку. Далее, управление. То же самое. Не обязательно быть именно на этой вкладке. Можно в любом месте ленты, да, нажать правой кнопкой мыши. Вот, допустим, я здесь нахожусь. Правой кнопкой мыши. Показать вкладки. Убираю управление. Опять же, подключаемые модули, в принципе, мне не надо. Ну, а все остальные пусть остаются. Как видите, SPDS у меня появилась. И для удобства я могу те вкладки, с которыми я активно работаю, поменять местами. Вот, допустим, главная будет первая, фигура будет вторая. Поверхности сеть мы рассматривать не будем, поэтому вкладку визуализацию я перемещу вот сюда поближе. Просто левой кнопкой мыши беру и перетаскиваю. SPDS перенесу поближе. Вот таким образом. И аннотация. То есть с этими вкладочками я буду активно работать, поэтому ставлю их поближе. То есть это дело привычки. Если вы привыкли, что у вас вкладки на определенных местах, то, наверное, менять не стоит. А если нет, то вот таким образом работать гораздо удобнее. Итак, теперь давайте посмотрим на вкладку главное. Что здесь нам не нужно? Во-первых, у кого есть две вот этих панели, то есть вот эти не спадающие списки, визуальные стили и виды, тем в принципе не нужна панель вид, потому что здесь те же самые, так сказать, инструменты дублируются. Мы можем то же самое. Нажать правой кнопкой мыши, только теперь показать не вкладки, а показать панели. Панели, ищем, вид. Убираем галочку. Потому что мне нужны слои. А они, как видите, свернуты. Это тоже не очень удобно. И здесь мне не нужны сети. То есть с сетями мы работать не будем пока в данном курсе, поэтому сети тоже я могу убрать. Правой кнопкой мыши показать панели. Сети. Вот сеть. Так, все равно не развернулось. Но опять же, я могу поменять местами. К примеру, берусь за слои и перетаскиваю вот сюда. Теперь слои у меня, как видите, развернулись. А те вкладки, которые стоят с краю, они свернуты остались. Ну, допустим, группы можно опять же убрать. Правой кнопкой мыши показать панели. Убираем галочку напротив группы. Все. Теперь все вкладки у меня развернуты. И теперь к каждому инструменту у меня очень удобный доступ. Вот таким образом мы с вами подготовили ленту к работе. Что ж, на этом данный короткий урок мы с вами заканчиваем. А в следующем уроке мы с вами перейдем уже непосредственно к созданию объекта. Да. Мы научимся работать с примитивами и посмотрим, как создавать объекты из плоских примитивов. То есть из 2D.